Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Владимир Путин ознакомился с планами развития Сириуса. В эти выходные глава государства посетил Сочи и сыграл здесь в хоккей. В 60 медучреждениях края появятся кабинеты, где будут лечить только пенсионеров. Об этом заявила вице-губернатор Анна Менькова. Аптечки, лодка, вышка и круги. Сотрудники ГИМС проверяют пляжи в преддверии летнего сезона. В Сочи готовят к выпуску детенышей переднеазиатского леопарда. В дикую природу отправятся пять котят. Год спустя Владимир Путин подвоил первые итоги 12 нацпроектов. Указ о их реализации он подписал в мае 2018-го. Как отметил президент, нужно значительно ускорить темпы этой работы, чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал страны. К примеру, через пять лет Кубань должна нарастить объемы экспорта АПК до почти 4 миллиардов долларов. Уже определены товары с наиболее высоким потенциалом. Это зерно, подсолнечное масло, мука, крупы и крахмал. А в сфере здравоохранения Краснодарского края особое место отвели борьбе с онкозаболеваниями. В рамках реализации регионального проекта медучреждения оснастят новым современным оборудованием. Уже начали работать центры амбулаторно-онкологической помощи в Краснодаре, Анапе, Василковском, Белореченском, Крымском, Лобинском, Ленинградском районах. А с 1 июля откроются в Денском и Ейском. Еще семь учреждений распахнут свои двери в следующем году. Нам необходимо соблюсти временной интервал. От момента предположения онкологической патологии до начала лечения пациента должно пройти не более двух недель. Для проведения необходимой химиотерапии пациенты также будут направляться в Центр амбулаторно-онкологической помощи. Благодаря поддержке материнства и детства на Кубани на 20% увеличилось число многодетных семей на выплату пособий на ребенка. В этом году бюджет региона выделит более 4 миллиардов рублей. А в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» только в Краснодаре планируют отремонтировать 65 километров асфальта, бетонного покрытия. Сумма финансирования до 2024 года составит почти 26 миллиардов рублей. О реализации одного из направлений нацпроектов говорили и в администрации края. Вице-губернатор Анатолий Вороновский проверил, как районы готовят заявки для участия в федеральной программе «Комфортная городская среда». Три города подготовили проекты, хотя под критерий конкурса попадают 22 муниципалитета. Куратор жилищно-коммунального хозяйства региона порекомендовал районам активнее включиться в работу. Если кто-то думает о том, что пришли средства, используем так, как хотим, и потом ничего не будет. Будет. Зайдет туда счетная палата, зайдет общественность, все мы это проверим и заставим переделывать. А тот, кто допустил и подписал эти документы, потом будет нести и административную, и уголовную ответственность. Архитекторов нужно закрепить за каждым проектом, поручает Анатолий Вороновский. В этом году по программе отремонтируют скверы и парки в 61-м городе и поселке. На это предусмотрено больше 2 миллиардов рублей из краевого бюджета. Владимир Путин ознакомился с планами развития сочинского Сириуса. В эти выходные глава государства посетил наш город. Вместе с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым и руководителем фонда «Талант и успех» Елены Шмелевой президент осмотрел ряд объектов образовательного учреждения для одаренных детей. На базе Сириуса будет создан технопарк и современный концертный зал. Его открытие планируется в 2021 году. Кроме того, в Сочи строится лицей на 1100 человек и детский сад. После осмотра образовательного центра Владимир Путин отправился во дворец спорта «Большой», где он принял участие в голоматче ночной хоккейной лиги. Президент уже по традиции вышел на лед под номером 11 и сыграл в составе команды «Легенды хоккея». В качестве нападающего глава государства забросил 8 шайб. Минувшие выходные отмечены и масштабными празднествами в честь Дня Победы. 9 мая торжества начались по всему краю с самого утра. В Краснодаре возложили венки к монументам героев Великой Отечественной войны. В сквере имени Жукова собрались ветераны, школьники и просто жители города. Участники войны вместе с губернатором края возложили цветы к бюсту полководца. Церемония также прошла на площади памяти героев у мемориального комплекса «Вечный огонь». Глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы и представители силовых структур края поклонились советским солдатам и офицерам, погибшим в годы войны, и почтили их память минутой молчания. Затем все участники колонны проследовали к Всесвятскому кладбищу. Глава региона вместе с ветеранами, а также руководители силовых структур края возложили цветы к могиле героев Советского Союза братьев Игнатовых и к памятнику воинам, погибшим при освобождении Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. За годы Великой Отечественной войны на фрон защищать свою родину ушли более 600 тысяч кубанцев. Это каждый пятый житель нашего края. Из них около 300 воинов стали героями Советского Союза и полными кавалерами орденов славы. Центром празднования Дня Победы в Краснодаре стала главная городская площадь. Необыкновенно величественное событие – военное торжественное шествие. Тысячи зрителей, в их числе самые дорогие гости – ветераны. К участникам праздничного марша по традиции обратился глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что День Победы – это день национальной гордости за свою страну, за нашу армию и за нашу историю. Подробнее наши краснодарские коллеги. До начала торжественного шествия остаются считанные минуты. На главной городской площади уже собрались более 30 тысяч зрителей. На фронтовых автомобилях и мотоциклах к ним собирается выехать колонна с главными героями праздника. На парад в краевую столицу приехали 50 ветеранов. 11 из них – участники Великой Отечественной войны. Сегодня они снова в строю. И вспоминают, как же тогда, в мае 45-го, они встречали Великую Победу. В Амурской области, на границе с Манчжурией, мы стояли, охраняли на замок эту границу. И нам сообщили о том, что кончилась Великая Отечественная война на Западе. Мы головные уборы бросили кверху и рады были со слезами на глазах. Я связист, я протягивал линию четвертой батареи в это время, во время боя. Смотрю, в кустах стоит какая-то машина и крики кричат «Ура!» я подхожу. Что такое? Победа, пацан! Победа! И мы со всего, что только обидно, стреляем до последнего патрона, чтобы больше никогда не было этой страшной войны. Александр Огачев на войну пошел совсем мальчишкой. Сразу после выпускного бала он прошагал пол Европы, Австрия, Венгрия, Румыния. Видел, сколько испытаний пришлось пережить в нашей стране. Но самым ярким впечатлением о тех страшных годах считает первый бой, когда вчерашний школьник вмиг повзрослел. Первый мой бой был, когда форсировали Днепр, наводили переправы, их бомбили в это время, понимаете, штурмовики. А мы там отстреливались и себя, и их сберегали. Торжественное шествие началось ровно в 11 утра. Зрители аплодируют стоя ветеранам, солдаты и офицеры отдают честь фронтовикам. Летчики, курсанты военных училищ, кадеты, представители спецподразделений, казаки и Росгвардия. Все равняются на вынос флага Российской Федерации, знамени Победы и флага Кубани. На несколько секунд городская площадь замирает. Звучит песня, ставшая своеобразным гимном защиты Отечества. Покажение войск Краснодарского территориального гарнизона торжественным маршем открывается выносом государственного флага Российской Федерации, копии знамени Победы и флага Краснодарского края. От Великого Дня Победы нас отделяет 74 года, но мы по-прежнему помним, какой ценой она досталась. Каждый пятый житель Кубани ушел защищать свою родину. Наши земляки воевали на всех фронтах. От легендарной обороны братской крепости до штурма Берлина. Уже по традиции участников шествия поприветствовал глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор уверен, что День Победы – это священный праздник для каждой кубанской семьи. Все дальше победный май 45-го. Но и как 74 года назад, сегодня мы ощущаем себя единым великим народом. Народом, который достойно прошел самые тяжелые испытания и положил конец зверствам и бесчеловечности фашизма. Долгий, героический, жертвенный путь к победе Кубань прошла вместе со всей страной. Оборона Новороссийска, бои за Туапсе, освобождение Краснодара, штурм Голубой линии, сражение за горные перевалы – все это вехи знаменитой битвы за Кавказ. Мы преклоняемся перед теми, кто прошел долгими фронтовыми дорогами, кто трудился в тылу, кто восстанавливал из руин наши города и станицы после войны. Сегодня на этой площади стоит новое поколение победителей. Моряки, солдаты, офицеры, курсанты и кадеты – вы продолжаете лучшие традиции нашей армии. Защищаете интересы России, надежно охраняете рубежи нашей Родины. И как наши предки готовы на любой подвиг, на любую жертву ради нашей страны. В народной памяти навеки останется подвиг наших солдат, наших ветеранов, наших дедов и прадедов, чтобы помнили, чтобы гордились. С праздником Великой Победы! Слава народу-победителю! Слава России! Слава Кубани! Ура! Праздничное шествие ЧК «Нишак» открывает взвод барабанщиц Краснодарского университета внутренних дел России. Именно они задают темп шествию. За ними марширует группа авиационного училища имени Серова, следом ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов. Всего в торжественном прохождении войск приняли участие около двух тысяч человек. Моряки, спецназовцы, бойцы национальной Росгвардии и казаки. И вот самая зрелищная часть парада. На городскую площадь въезжает колонна современной военной техники. Бронированные тайфуны, БТР и ракетные комплексы. Глядя на эту технику, понимая, что 74 года назад фронтовики могли только мечтать о таком. И кажется, что секрет победы советского народа далеко не в военной технике. Они сами, поколения и стали. Герои, которые ковали победу благодаря силе духа и мужеству. Скромные гвоздики и искреннее спасибо. После окончания парада ветеранов еще долго не отпускали с трибун. Многие хотели лично поблагодарить участников той кровопролитной войны за великий подвиг во имя мира. И сказать, мы помним, мы гордимся. Яна Бузычкина, Алина Сорокина, Влад Захаров и Алексей Комаров. Кубань-24, Краснодар. На Кубани в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие 680 тысяч человек. Только в Краснодаре с портретами героев Великой Отечественной войны прошли около 110 тысяч. Колонну поприветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко и мэр краевой столицы Евгений Первышев. Горожане подходили к главе региона, поздравлялись 9 мая, рассказывали истории их семей и делились фронтовыми подвигами. После Вениамин Кондратьев присоединился к шествию, которое завершилось на мемориале Вечного огня. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. В этом году на Кубани откроется 7 специальных отделений для пожилых людей. А в 60 медучреждениях появятся кабинеты, где будут лечить и заботиться о пенсионерах. Сегодня вице-губернатор Анна Менькова посетила Краснодарский геронтологический центр. Там больше 20 лет помогают сохранять жизни и здоровье пожилых. Сейчас там постоянно находятся 10 ветеранов Великой Отечественной войны. Куратор соцблока оценила условия, в которых живут фронтовики и поздравила их с 9 мая. Все подробности в сюжете. Вера Кузьмина живет в центре уже 13 лет. Ветеран не одинок, ее часто навещает дочка, но именно здесь ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Персонал 24 часа в сутки окружает фронтовика заботой и вниманием. Бывшая радистка часто вспоминает военные годы. Она готова часами рассматривать фотографии боевых друзей и подруг. Вера Николаевна ушла на фронт в 16 добровольцам. Сначала девушку приписали к войскам ПВО, а после уже отправили в роту связи. Ветеран до сих пор помнит азбуку Морзе и как передавать шифровку. Стояли мы на посту по 4 часа в любое время года, в любое время суток. У нас был 16-кратный бинокль и личное оружие у нас было, как обычно солдаты. Винтовка была. И вот мы наблюдали бинокль за прохождением фашистских самолетов. Не то, что наблюдали. Самое главное, что нужно было опоздать точно. А немногие были названия разные. Опоздать этот фашистский самолет и передать быстро-быстро командование. Сейчас в центре находится более 400 пенсионеров. Здесь есть отделение милосердия для тех, кому трудно передвигаться дальше палаты и секция активного долголетия. В учреждении постоянно работают более 200 сотрудников. Это врачи, медсестры и технический персонал. Пациенты помогают в бытовом плане, оказывают психологическую и медицинскую помощь. Анна Менькова осмотрела процедурные, диагностические и другие кабинеты. Есть и уникальные аппараты, например, денситометр, определяющий состояние костей. А как он работает? Что как рентген? Это как, да. Такой мини-рентген с малой нагрузкой. У нас их края всего два. Но это тоже именно для геронтологии. Я думаю, да, потому что в основном стопороз развивается с возрастом. Но он хорошо дает анализ, вообще диагностику. Правильное питание – залог крепкого здоровья. Медучреждения к этому вопросу подходят предельно серьезно. Составляют меню таким образом, чтобы люди даже с больным желудком могли есть вкусную и разнообразную пищу. К каждому вы расписываете индивиду, правильно понимаю? Да, да. То есть в зависимости от назначения... В чем и очень сложность большая. Не каждый даже пансионат себе может это позволить. А здесь даже вот в таких маленьких кастрюльках, да, готовят кому-то отдельно. Индивидуально. То есть так или иначе, это возрастные изменения, которые происходят, да. И здесь у вас каждый проживающий находится под наблюдением, я понимаю, терапевт. И терапевт уже в зависимости от заболевания назначает в том числе и диету. Как важна медицинская помощь, так и человеческое тепло. Здесь пенсионеры играют в шахматы, рисуют, читают книги. Они общаются между собой и не чувствуют себя одинокими. Анна Менькова познакомилась с подопечными центра и поздравила героя Великой Отечественной. С наступающим Днем Победы. Низкий поклон до земли за ваш подвиг. Спасибо вам, спасибо за вашу заботу. Спасибо вам, дорогой. Я вас поздравляю, обнимаю вас. Как у вас здесь дела? Как видите, у меня всегда хорошо. Ну вы улыбаетесь. А что ты тут унываешь-то? Мы вами гордимся. Пожелать вам еще долго-долго. Главное, не просто жить долго, а чтобы жить еще и здоровым быть. Анна Менькова пообщалась с ветеранами. Они рассказали о своих боевых подвигах. Один из пенсионеров подарил сборник своих стихов. Кто-то читал собственные строки. Подруга вечного солдата, не забывай, куда мне шла, любая русская березка из сердца мужества взошла. Теперь бессмертны те березки. Им любоваться жизни новью. Полили же их вдовьи слезы. Солдаты обогрили кровью. В этом центре ветераны всегда под присмотром квалифицированных специалистов. Как отметила Анна Менькова, качественный уход и своевременная медицинская помощь участникам войны должна быть в каждом подобном учреждении края. Для этого в них зарезервировано больше 300 специальных палат на 800 коек. Елена Касабова, Алина Сорокина, Виктор Чаусов, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. А как в Сочи прошел День Победы в нашем следующем сюжете? Краткий обзор праздничных мероприятий, которые прошли 9 мая. Основная программа празднования Дня Победы стартовала по традиции на мемориале в Завокзальном районе. Ежегодно у Вечного Огня собираются ветераны, вдовы, труженьки тыла, дети войны, простые сочинцы. В возложении венков приняли участие представители духовенства. За упокойную литургию погибших отслужил гепископ сочинский Туапсинский Герман. В память о павших пронзительно звучал метроном в минуту молчания. На мемориальном комплексе покоятся 4 180 советских воинов. И список этот пополняется. Поисковики находят все новые и новые имена героев. Мы в этот день вспоминаем и чтим память тех людей, которые отдали свои жизни за наше счастье, за наше будущее, за наших детей. Приходим с душой, нужно отдать должное людям, которые погибли, которые подарили Россию мир людям. Детей приводим, чтобы было чувство патриотизма воспитывалось у детей, чтобы уважали. Ветераны, они очень смелые и не побоялись погибнуть, чтобы спасти нашу Россию. В этом году расписание мероприятий было специально составлено так, чтобы все желающие смогли не только посетить траурный митинг, но и успеть пройти в строю бессмертного полка. Он начался на площади у Зимнего театра. По предварительным подсчетам, в этом году в рядах бессмертного полка прошли в Сочи более 140 тысяч человек. Только в центральном районе более 75 тысяч. Сегодня практически весь город, от мала до велика, стал в ряды бессмертного полка. И это говорит о том, что сочинцы очень патриотичны. Это говорит о том, что подрастающее поколение, девчата и ребята, которые сегодня пришли в строй с портретами своих прапрадедов, помнят великий подвиг советского народа, великую очистную войну. Подтверждают то, что они чтят, очень гордятся победителями. Встать в строй бессмертного полка, пройти с портретом предка, почувствовать единение – вот то, ради чего собираются тысячи горожан. Мы всегда будем помнить наших прадедов, наших родных, всех тех, кто воевал на войне. Это дедушка моей мамы, а это дедушка моего папы. Он военврач, а это ледовой. Он пропал без вести в январе 1944 года. Акция «Бессмертный полк» прошла сразу во всех четырех районах города. И с каждым годом количество желающих присоединиться к шествию только растет. А накануне 9 мая международная акция «Свеча памяти» приняла участие более 6 тысяч человек. Огромное количество молодежи и студентов. Мы сегодня с юнометцами тоже пришли почтить память погибших родственников, дедов-прадедов, воевавших на земле нашей, которые отдали жизни ради чистого неба над головой. Мы пришли сюда с группой из колледжа УЭТК СГУ. Мы считаем, что этот день очень важен. И мы решили почтить память погибших. С горящими свечами в руках сучинцы и гости курорта прошли от площади Северного Мола к Южному. Традиционно в мероприятии принял участие глава города Анатолий Пахомов. Это действительно мероприятие, которое организовывается молодежью. И то, что огромное количество нашей молодежи города сегодня принимает участие, подтверждение того, что никто не забыт, ничто не забыто. После минуты молчания в акватории Черного моря был спущен памятный венок. 19 тысяч сучинцев ушли на фронт. Из них более 4,5 тысяч так и не вернулись домой. Участники шествия расставили свечи вдоль центральной набережной, а на площади выложили ими слово «Победа». О «Победе» пели 9 мая даже в общественном транспорте. Песенный флешмоб в городских автобусах стал уже традицией. К нему с удовольствием присоединяются пассажиры. Эмоции у людей самые разные. У кого-то на глазах слезы, а кто-то с улыбкой встречает такую акцию. Как итог – заслуженные аплодисменты вокалисткам. Весело было не только в автобусах. Народные гуляния прошли во всех четырех районах курорта. Так, в центре Сочи, в районе Морского порта, для горожан были организованы три концертные программы. В Черешневом саду работали выставки и ярмарки декоративно-прикладного искусства, а также тематические, интерактивные и творческие площадки для самых маленьких детей. В течение дня работала полевая кухня для желающих попробовать настоящую солдатскую кашу. Каша пользуется спросом? Конечно, пользуется большим. И не только каша, и чай тоже. Торжественные мероприятия, посвященные празднику Победы, прошли по всему Сочи. Большой концерт состоялся в Адлерском доме культуры. Для гостей выступили творческие коллективы района с песнями военных лет. Адлерский совет ветеранов получил в этот день подарок – телевизор от главы города. А для хостинских ветеранов подготовили праздничный обед и концерт. Поздравлениями и теплыми словами обменялись в бальнеологическом центре Мацеста. Елена Овсицына, телекомпания «ФКТ». К концу 2020 года долю малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок увеличат до 50%. Такую задачу поставил Вениамин Кондратьев в ходе пленарного совещания. О модернизации контрактной системы говорили в Краснодаре. Значительная часть бюджета расходуется в рамках государственных и муниципальных закупок. Только в прошлом году сумма по заключенным контрактам составила 148 миллиардов рублей. Однако в процесс госзакупок недостаточно вовлечен малый и средний бизнес. Доля малого и среднего предпринимательства за прошлый год составила всего 32%. Я считаю, это неподходно. Когда и цена разная на один и тот же товар, и стоимость услуг разная на один и тот же вид услуг. Мне кажется, даже если в рамках страны взять, примерно не такой будет диапазон, как у нас. Он разбросанный между белой глиной и она. Единый должен быть орган. Общие требования к прозрачности, к закупкам, к услугам, которые, конечно, должны отбираться на конкурсной основе. Ну тогда мы будем иметь какую-то систему. Если в это поверят представители малого и среднего бизнеса, что на самом деле мы готовы в рамках конкурса закупать, но не создавая припоны для чужих и давая зеленый свет для своих, они, поверьте, начнут вкладывать в то, что мы сегодня на самом деле, где-то, может быть, с точки зрения производств, не имеем в нашем крае. И на самом деле объективно вынуждены закупать за пределами региона. И они явно здесь, наши внутренние инвесторы, эти производства создадут. Они поверят в то, что сегодня в глаз максимально прозрачный, реально готовы закупать, еще раз подчеркиваю, не только по принципу своих, а просто прозрачно и честно. Участие местных предпринимателей в госзакупках – это стимул для развития бизнеса, для создания новых производств. В конечном счете это залог здоровой конкуренции в регионе, уверен губернатор. Сотрудники ГИМС продолжают проверять пляжи в преддверии летнего сезона. В ходе рейда патрульная группа посетила один из санаториев города. Первым в списке патрульных стал санаторий Заполярье. Здесь мы оказываем помощь в пострадавшим случаях, в каких-то несчастных случаях. Откройте шкаф, покажите первую помощь аптечкам. Сотрудники ГИМС начинают проверку с медпункта. Обращают внимание даже на то, как хранятся медицинские препараты первой необходимости. Далее – обследование пляжа. В первую очередь проверяют документы, например, акт водолазного обследования. Затем осматривают и оборудование пляжа – спасательные круги, лодку, а также информационные стенды и наличие буйков. Самое главное требование – это пост с дежурством прошедших специальное обучение спасателей. Важность этой работы из года в год доказывает статистика. На официальных пляжах, по данным ГИМС, практически нет зафиксированных случаев с пострадавшими отдыхающими. Мы провели большую работу после зимы. Были несколько сильных штормов, после которых потребовалось провести некоторые ремонтные работы. Ну, плюс мы решили расширить наш сервис, оформили техническую зону на нашей акватории, на которой у нас будут представлены аттракционы, катамараны, водные мотоциклы, прогулки на катере. В ближайшее время инспекторы посетят и другие места отдыха у воды. На учете в Сочинском инспекторском отделении состоит 108 пляжей. Это территория Центрального и Лазаревского районов. Освидетельствование проводится по заявлениям собственников. Администрация устанавливает сроки, в какие они должны пройти. У нас это до 25 мая. А курортный сезон начинается у нас с 1 числа. Паспорта готовности получат только те зоны отдыха, которые будут соответствовать всем требованиям. Остальные пляжи небезопасны, а значит, будут закрыты. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. В Сочи готовят к выпуску детенышей переднеазиатского леопарда. В следующем году в дикую природу выпустят пять представителей семейства кошачьих. Для выпуска в дикую природу определены два места. Это Кавказский биосферный заповедник. Там на свободу отпустят двух котят. И нацпарк Алания. Туда отправят трех котят. А также специалисты рассматривают в качестве места для выпуска леопарда высокогорные районы Дагестана. Сейчас на Северном Кавказе обитают три леопарда. Самцы Ахун и Артек на территории Кавказского заповедника. И самка Волна в национальном парке Алания в Северной Осетии. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи». В Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Агабешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok